Им важно мнение каждого курянина. В областной думе прошли публичные слушания проекта регионального бюджета на 12-й год. Депутаты представили на суд общественности главный финансовый документ региона. Куряне озвучили свои предложения. Доступность и открытость – главный принцип формирования областной казны. Любой желающий может ознакомиться с проектом бюджета на сайте областной думы. Это уже не бюджет выживания, как он был несколько лет назад. Это бюджет развития. Предусматриваются дополнительные средства, в том числе на развитие нашей экономики. Потому что каждый регион должен научиться зарабатывать средства. А как же мы можем заработать средства? Это только тогда, когда предприятия Курской области и сельскохозяйственные, и промышленные начнут работать на качественно другом уровне. Социалка по традиции составляет более половины бюджетных расходов. Это и строительство новых дорог, и модернизация здравоохранения, и повышение зарплат бюджетников. На публичных слушаниях муниципалитеты попросили дополнительное финансирование в рамках программы «Чистая вода». У нас в поселке Примитсина водой обеспечено полностью все население. Но я уже повторю, что я сегодня выступаю и от жителей других муниципальных образований. И во многих муниципальных образованиях действительно нет еще. Ну, процентов 30 вообще практически воды нет, питаются с колодцев. Модернизация образования – отдельная статья расходов. Директор Железногорской школы предложила разработать областную программу «Школьное окно». Вложив средства в новые современные окна, мы решаем множество вопросов. Санитарно-гигиенические, улучшение воспитательного процесса и, конечно, решение той проблемы, которую поставил президент наша новая школа. Общественная палата Курской области внесла свои предложения в сфере сбора налога на прибыль с курских предприятий. На сегодняшний день в основном этим вопросом занимается управление Федеральной налоговой службы по Курской области. И мы вносим предложение, чтобы вместе с отраслевыми комитетами администрации области эту работу усилить. И тогда наполняемость бюджета нашего будет более высокая. Слухи о том, что бюджет 2012 года меньше текущего, парламентарии отвергли. Федеральные транши будут поступать в течение всего года. Дополнительно к тому, что у нас сейчас есть, мы еще получим от 5 до 8 миллиардов рублей на разные цели. После публичных слушаний законотворцы разошлись на заседание думских комитетов. В первом чтении казну региона должны принять 17 ноября. Тарас Степаненко, Валерия Галкина, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.